книга протерея геннадия фаста в бога богатеете проповеди родственники вчера когда я размышлял о чем сказать проповедь то пришло ко мне слово родственники растерялся что за такая тема что за проповедь родственники а потом вдруг подумал а что даже и очень и вот на этот счет а родственники у нас у всех есть и кому-то мы еще сами все кому-то родственники имеются три хороших и две плохих вещи начнем с одной хорошей и двумя хорошими закончим а в середине будут плохие хорошая вещь родовое благословение она имеет место быть во второй заповеди божии сказано что я господь бог твой милующий до тысячи родов до тысячи поколений любящим меня исхода 20 глава 6 стих до тысячи родов это значит что очень много долго действует благословение это действительно очень великое дело если в роду есть божий человек любящий господа то его благословение действует до тысячи родов кто-нибудь может быть огорченно скажет ох а я из какого рода племени если благословение у меня вы знаете даже без исключений в роду каждого из нас есть и были святые если взять россию она тысячу лет христианская это совершенно точно что были святые может быть даже канонизированные только мы не знаем что они нам родственники а скорее имеет не канонизированные их гораздо больше так вот не их ли молитвами и мы с вами еще на плаву еще не утонули в безбожии пороки грехе несчастье бедах злых кознях этого мира великое значение имеет родовое благословение аврааму когда он уверовал в господа и доверился ему бог сказал ни много ни мало а благословятся в тебе все народы земные в тее 12 глава 3 стих это конечно невероятно но сбылось все народы земные и нет ни одного забытого рода получили благословение авраама вера в единого бога это и есть благословение авраама эта вера есть у нас благодаря ему потому что до него в единого бога не верили он и сам был сын язычника и поэтому очень важно чтобы и мы благословляли своих потомков благословляйте своих детей благословляйте внуков когда молитесь молитесь за всех кто еще не родился кто еще промыслом божиим имеет некогда родиться может быть через 50 может через 150 лет мало ли когда сколько еще бог отмерил времени земле сколько их после нас будет за всех молитесь великое значение силу имеет родовое благословение я знал одного человека который был преступник рецидивист но когда священник пришел в колонию он уверовал хотя там в колонии были и многие другие да и он не собирался уверовать когда он пошел на встречу со священником потом признавался что шел послушать что про что поп врать будет но божие благословение коснулась его после этого вскоре в той колонии построил храм потом он освободился и еще строил храмы представился еще в сравнительно молодом возрасте а 7 храмов построил и уже в последнее время его жизни вдруг обнаружилось что у нас календаре среди новомучеников есть его прадед причем с полным совпадением и имени и фамилии он об этом раньше знать не знал но его прадедушка молился и его правнучек который с юности стал разбойником прямом смысле слова за разбой был посажен и стал рецидивистом уверовал и 7 храмов построил вот сила родового благословения каждый из нас имеет благословение благочестивых предков для нас очень важно чтобы мы источали эти благословения на наших детей на наших внуков и на тех кто еще не родился а может быть когда уже нас не будет только еще появятся на этот свет вот они еще только появляются а там в роддоме их уже встречает прадедушки на благословение и как еще их судьба сложится но в тысячу родов идет благословение любящим бога а теперь вещь плохая есть родовое проклятие и о нем в этой же заповеди тоже говорится во второй заповеди божий там сказано что господь бог дарует милость в тысячи родов любящим его а которые нарушают его заповедь сказано господь наказывает детей в трех и четырех поколениях исход 20 глава 5 стих кстати нам в утешение сопоставьте тысячу и три-четыре насколько все таки милость божия благословение божие пробивается через роды гораздо дальше чем даже самое жуткое злое проклятие тут всего три-четыре но вот эти всего они очень болючие именно это есть то среди чего мы живем про то кто был тысячу лет назад мы не знаем и уж тем более кто тысячу лет после нас будет а вот три-четыре это наши отцы деды прадеды это наши дети внуки правнуки тут все ясно это мы все видим и чаще всего об этом знаем как же могло так случиться что зло идет по роду в библии есть такие слова что сын за отца не отвечает казалось бы одно другому противоречит действительно сын за отца не отвечает если отец дед прадед согрешал то мне это вину поставлена не будет что же тогда есть что имеет место последствия греха и наказания вину мне это не поставится а вот наказан за это я могу быть скажите так где же божья справедливость а знаете как она бывает например в армии напакостил кто-то а кто неизвестно тогда офицер говорит не признаетесь вся рота получает наряд вне очереди то есть наказание согрешил один а наказаны все вот такое в роду тоже бывает грех человека не взыщется с его детей внуков правнуков а вот наказаны дети внуки и правнуки могут быть это злая вещь но как полезно нам о ней знать после этого нам с вами захочется ли делать злой поступок если я знаю что за это может влететь моему сыну моему внуку моему правнуку может это остановить таким образом это некая тормозная система которую замыслил господь бог чтобы останавливать зло мы действительно друг с другом очень связаны и даже не столько речь идет о наказании как о последствиях например папа с мамой пьют и ведут непорядочный образ жизни гулянки пьянки и все такое в таких семьях случается немалое количество детей эти дети вноваты за поведение папы ну что теперь пороть их за то что папа с мамой пьют конечно нет а последствия неизбежны дети пришли домой а дома грязь ругань маты накурина и все такое и все такое дети в этом растут вот пожалуйста родовое проклятие у этих детей некое проклятие уже на и детстве за счет родительского греха потрясающе но господь говорит нам и в этом случае чти отца твоего и мать исхода 20 глава 12 стих родовое проклятие не позволяет нам проклинать родителей мы должны их чтить за что а чтут ни за что за то что мы от них жизнь получили и тогда работает обратное мы должны за них молиться родовое проклятие должно на ком-то остановиться на ком на мне не на моем сыне и уж тем более внуки на мне родовое зло надо на себе остановить я и должен стать той дамбой что перегородила этот поток зла который уже в нескольких поколениях моем роду идет это великое задание которое бог дает человеку в его родовой жизни и к родовому благословению и к родовому проклятию имеет отношение такой обычай всегда считалось что человек должен молиться за семь поколений за отца деда прадеда прапрадеда и так далее этих людей надо поименно знать и об их жизни о них самих надо знать очень важная родовая память мы на себе должны остановить родовое зло во первых смысле что я должен больше его не делать а во вторых я должен и вымаливать своих родных если мы говорили о том что благословение человека действует в его потомках даже которые появятся еще неведомо когда то и наоборот через потомка спасается дед еще при матери или про матери яви было сказано что вражду положу между женой и змеем змей это грех зло скверно сила нечистая и потомок жены сокрушит ему главу его ждала когда придет этот потомок она в простоте даже подумала что первый ребенок который она родила есть этот потомок но увы первый ребенок вообще оказался бедой это был каин но все-таки ее потомок родился ждать пришлось долго но он появился это иисус христос на иконе которая сейчас посреди нас одной рукой господь держит его а другой адама и выводит их из ада пришел потомок и вытаскивает их оттуда на потомки прекращается родовое проклятие родителей бывает и в прямом смысле слова родительское проклятие господь дал власть отпускать грехи потому что господь грехи на себя взял однако господь на себя взял не только грехи но и наши проклятия и поэтому через разрешительную молитву священника мы можем освобождаться от всякого проклятия это безумие которое люди каким-то образом придумали проклинать детей особенно этим занимаются мамы отцы как-то реже а вот матери бабушки проклинают своих потомков это жуткий грех для них для самих но и он снимается христом через разрешительную молитву священника таким образом может на мне это проклятие остановиться родовое бедствие бывает в роду где все пьют или все умирают молодыми или один за другим совершает суицид и мать и тети и племянник и так далее это страшная беда имеет свойства родовое и поэтому на мне она должна остановиться это я должен ее изжить верой воскресшего христа чтобы прекратилось это напасть дальше еще одна плохая вещь это родовые помехи что за такие родовые помехи иисус христос об этом сказал такими страшными словами для нас враги человеку домашние его а если слова господа брать шире то он говорил что вражду положу между отцом и сыном матерью и дочерью между невеской и свекровью ибо враги человеку домашние его матфея 10 глава 35 36 стихе что значит враги человеку домашние его домашние то есть родственники это естественно те люди которые максимально на меня влияют знаете в лос-анджелесе живут люди они на нас с вами сильно влияют как-то не очень да вот я проснулся а рядом со мной мои родственнички они проснулись а рядом с ними я их родственничек и вот мы друг на друга очень сильно влияем и как мы порой влияем мы являемся помехами мы мешаем человеку жить благочестиво идти к богу служить богу мы относимся к человеку родственнику как своей собственности это же мое моя жена мой муж это мой папа это моя дочка мой сын мой брат вот он мой а он божий это надо это очень важно однажды себе сказать он божий это не моя собственность это божия собственность а я я столько в него вложил а что ты в него вложил вот если ты в него вложил чтобы он был божий тогда и тебе спасибо если же ты столько в него вложил но не для того чтобы он был божий вполне возможно для того чтобы он был твоим тогда ты Ты рабовладелец, тогда все твои вклады, это вклады рабовладельца в свой бизнес. Поверьте, рабовладельцы очень многое вкладывают в рабов. Мы с вами не пробовали быть рабовладельцами в прямом смысле слова, а на самом деле это очень много, что значит. Значит, рабовладелец, он должен раба где-то изловить, поработить, домой привезти, кандалы заказать. Их металлоконструкция недешево стоит. Потом раб должен у него жить, а значит нужно жилье ему обеспечить. Раб без еды помрет, значит его кормить надо. Ого, это только кажется, что все просто. А на самом деле в раба много надо вкладывать. И вот мы вкладываем в своих родных и вкладываем, как рабовладельцы. Довольны. Уж теперь-то все, теперь-то он мой и мне послужит. Я столько постарался, столько в него вложил. И оказалось, что враги человеку домашние его. Все, что я вкладываю в родного, близкого, милого, дорогого сердцу человека, я должен вкладывать, чтобы он был Божий. И в какой-то момент я вдруг замечаю, что я ему мешаю. Я стою между ним и Богом. Тогда я должен найти в себе силы и немножко отойти в сторону, не мешать ему быть с Богом, а может быть даже его немножечко подтолкнуть. Иди, милый, иди, служи Господу. Не держать его на цепи, как дворового пса. И вот поскольку эта мудрость далеко не всегда нам сопутствует, то случается, что враги человеку домашние его. Бывает, что жена, простите, все соки из мужика выпьет, выдавит. Он должен работать на семью, день, ночь, год, десятилетие и так далее. И не видать ему ничего того, к чему у него тянется душа. Он же у нас за хозяина, так вот пусть хозяйничает. Точнее же, мои прихоти пусть тут все исполняет. Бывает и наоборот. Для мужа жена рабыня, собственность. Так вот, дорогие, давайте сами перестанем быть врагами домашним нашим. А то мы, когда читаем всякие слова из Библии, в том числе и эти, то вздыхаем. Ага, вот я тот самый несчастный раз несчастный. Ух ты, правда, враги они все мне. Да нет. В свой адрес читай. Проснулся? Надо же, я им враг. Господи, не хочу. Я их так люблю. Господи, помоги, чтобы я им не был врагом. Читать надо как-то всегда вот в эту сторону. Эту свою вражду надо упразднить. Бывает совсем жестко. Вот у нас там икона святой Варвары. Стоит святая Варвара на мече. А что за меч? Родной папа, который безумно любил свою дочь, построил ей башню, чтобы она никого кроме него не видела и ее никто не видел. Чтобы она ни с кем не общалась. Чтобы с нею общался только он. Обеспечила ей там все-все. Комфорты европейские, азиатские, все, которые были в те времена. А потом, когда промыслом Божиим случилось, что все-таки она уверовала и стала Божией, явилось, что от любви до ненависти один шаг. Он своей собственной отцовской рукой отсек ей мечом голову. Обезглавленная она сегодня в Киеве, в Свято-Владимирском соборе почивает. Вот враги человеку, домашние его. Отец святой Варвары это сделал так жестоко, грубо, зримо, физически. А мы это делаем чаще на каких-то духовных уровнях. Мы обезглавливаем своих родных. Не иметь тебе своей головы. Я твоя головушка. А уж ты меня носи и обслуживай. Это родовые помехи. О них Господь предупредил. И поэтому иногда даже призывал оставить родных. Когда это уже становится неизбежным. Тогда даже так. Есть еще одна вещь. Хорошая родовая ответственность. Да. За родственников мы отвечаем и отвечаем, что называется, по полной. Апостол Павел пишет своему ученику Тимофеев. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. 1 Тимофея 5 глава 8 стих. Кто отрекся от веры, он неверный. А тут, знаете, превратится не в ноль, а в меньше ноля. Тот отрекся от веры и хуже неверного. Кто не печется о домашних. Вот видите, враги человеку домашние его. Кто не печется о домашних, отрекся от веры и хуже неверного. Кажется, опять вообще не связать эти два изречения во что-то единое. А вот связать про помехи мы уже сказали. А здесь говорится об ответственности. Действительно, мы имеем огромную колоссальную ответственность. Она где-то физическая. Самого своего, милого, родного человека, его надо в своей утробе выносить. Сколько ответственности и что ты ешь? Как при этом себя ведешь? Вот ты понервничала. Не то поела, еще и закурила. Ты несешь ответственность за того, кого несешь в утробе. Родовая ответственность есть у отца и матери. Отец действительно должен обеспечивать свой дом. Это действительно пред Богом и людьми его обязанность, ответственность. Он не может умыть свои руки. Он отвечает за то, как живет его семья, жена, дети. Это действительно Богом данная ему ответственность. Предначертание. Это материальная ответственность. Действительно, что сегодня у человека на завтрак об этом же не будут заботиться соседи или президент. Об этом заботится кто? Домашние, те кто дома. Что папа заработал и принес домой? Что мама из этого приготовила? То и кушать будем. Ответственность в семье проявляется непосредственно к самим ближним. Глядя на мужа, мы хорошо или худо думаем о жене. Глядя на жену, мы хорошо или худо думаем о муже. Потому что они несут друг за друга прямую ответственность. По мужу познается жена, по жене познается муж. Не думайте, что жена познается по себе. Красиво оделась и какая я хорошая, любуйтесь мной красавицей. Да нет. Любоваться-то мы будем, глядя на твоего мужа. Это тоже очень важно. Это родовая ответственность. Не в себя вкладывай, а вкладывай в своего родного, близкого. А если нет этой ответственности, тогда ты отрекся от веры и хуже неверного. Конечно же ответственности в духовном. Домашняя молитва, домашнее чтение, Слово Божие. Вообще весь быт и все, что дома происходит. Это очень важно. Как нам с вами в рай идти, если дети в ад пойдут? И какой он нам будет тогда, этот рай? Одна эта мысль выбивает из-под нот всякую самоуспокоенность. Действительно. Это же невозможно. Я же не могу покушать, оставив своего ребенка голодным. Как мне идти в рай, если туда не берут моих детей? Вот она ответственность. Вот почему незаботящийся о домашних отрекся от веры и хуже неверного. Неверный почему не пускается в рай? Потому что неверный не с Богом. А вот кто не заботится о домашних, не пускается в рай. Не потому что он неверный. Он верующий, даже крепко верующий. Молится, постится, все как надо. Но он не привлек к спасению своих детей. Неверный погибает из-за своего неверия. А не пекущийся о домашних погибает из-за неверия своих домашних. Не хотим погибнуть из-за наших домашних. Значит надо пищись о них. Быть не родовой помехой, а быть родовым спасителем. Иметь ответственность, чтобы через меня, в мой род, в мой дом вошло спасение. Вот это, дорогие, очень важно. И в этом ряду еще последнее, хорошее. Это родовое служение. Когда израильтяне, будучи ведомы Иисусом Новином, вошли в обитованную землю, овладели этой землей, это было очень непросто. Были лютые кровопролития, сражения, были явлены потрясающие чудеса Божии. То стены Ерихона разрушились от трудного глаза, то день продлился, и с неба обрушился каменный поток, побивая врагов. В общем, много что было. И вот Иисус Новин составился. Пришло время ему уходить из этой жизни. В центре Святой Земли, в Сихеме, он собирает представителей всех двенадцати колен, и, видимо, чувствуя нетвердость их веры, вдруг, как бы отвлекшись, говорит, а я и дом мой будем служить Господу. Вы как знаете, делайте как, в конце концов, вы свободны. А я и мой дом хотим служить Господу. Вот это потрясающие слова. Домашнее, родовое служение. Я и мой дом хотим служить Господу. Не я один, такой хороший, такой верующий, а я и мой дом. Поэтому мы привлекаем своих домочадцев. А дом, это не только супруги и дети, это Шири, это все, кто так или иначе приобщен к семье. Я и мой дом хотим служить Господу. И как это прекрасно, когда отец служит Господу, и рядом дети тоже служат Господу, и жена служит Господу, и внуки. Служат Господу. И племянники, и кум, сват, и брат служат Господу. А я и мой дом, мы будем служить Господу. Кто-то скажет, что не для этого женился, совсем другие были планы. Какой тут служить Господу? Да нет, вроде бы хотелось наслаждаться, хотелось быть счастливчиком и так далее. Никто не против наслаждаться и быть счастливым. Но это, кстати, не получается, если не служить Господу. Поэтому в Новом Завете дом называется Домашней Церковью. Сейчас мы с вами не в Домашней Церкви. Храм, приход, это уже Поместная Церковь. Есть еще и Вселенская Церковь, а есть Домашняя Церковь. Утром проснулся, не говори, сегодня я пойду в Церковь. Утром проснулся, говори, я в Церкви. В какой? В Домашней. Ты уже проснулся в Церкви, это и есть Церковь. Я и мой дом Господу служить хотим. Совместная молитва, чтение, служение, труды. Это очень и очень важно. Не буду называть фамилию достаточно известного в наше время священнического клана. Их много священников, которых и мне доводилось узнать. Один из них рассказывал, что мы уже третий век священники, с 18 века. Раньше был духовный, сословный строй России. В роду десятки и десятки священнослужителей. И он говорит, что как-то заметно, если в роду кто-нибудь не пойдет священники, то он или рано умирает, или бесплодный, или еще что-то неладное. Как отсеченная бесплодная ветвь. Видимо, это связано именно с этим родом. Это не означает, что у всех так. Есть роды не священнические, где, скажем, и так хорошо. Но тот священник говорит, что они уже все как отданные Богу. Нельзя иметь, изменить призвание. Вот я и мой дом служить хотим. Здесь целый род служит Богу. А это все опять зависит в большой степени от меня. Как я служу? Как я хожу пред Господом? Так что давайте свой дом превратим в домашнюю церковь. Говорят, бытовуха заела. Мы так друг друга любили. Такие были свидания. Такое милейшее дело было, когда мы встречались. А сейчас что? Бытовуха заела. Так давайте свою бытовуху сделаем служением Богу. И тогда не заезд. Тогда домашняя церковь, счастье, Божие благословение. Вот кое-что про родственников. Тут и родовые благословения, и родовые проклятия, родовые помехи, родовая ответственность и родовое служение. От рода никуда, не в капусте нас нашли. Мы рождаемся в семье. У нас есть род. У нас есть родственники. И те, что до нас, и те, что после нас, и те, что рядом с нами. И пусть народе нашим будет великое Божие благословение. Аминь. 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 Продолжение следует...